Эту обувь на Ирганайском водохранилище потеряла явно не золушка. Отлив обнажил огромную свалку. Здесь стекла, пластик, бытовые и даже медицинские отходы. Некогда цветущие склоны водохранилища сейчас завалены тоннами мусора. Непокорные андийское и аварское кайсу. Молчаливая величественная гладь Ирганайского водохранилища. Сегодня буквально кричат о помощи. Тревогу убьют и жители Унцикульского района. Их душит мусор. Сюда его приносят дождями с высокогорных районов. Здесь есть даже стеклянные ампулы, шприцы и прочие медицинские отходы. Мы обращались в какие-то министерства там и в каждые моменты, но никакого пока результата нет. Это не наш мусор Унцикульского района. Это принесет река. В основном она собирается здесь. Такие свалки – преступление против природы. И наказание будет суровым. Частицы микропластика навсегда отравили воду и землю. Здесь гибнет все живое. Эта птица уже не вернется в родное гнездо. Исправлять тотальную ошибку вызвались экологические активисты. Сегодняшний день, если молодежь не будет приучена к труду и к чистоте, завтра будет поздно. Земля – наш общий дом, а значит и отвечать за ее сохранность всем вместе, считает Зейба. Она приехала на экологическую акцию из Ингушетии. Женщина сбилась со счета, который мешок с мусором собрала. А ведь субботник только начался. Я считаю, это для нас немножко позор показать свой дом в таком мусоре. Чистота, залог здоровья – раз. Чистота, половина веры – два. И вообще, ну посмотрите сами, ну как можно возле такой чистой воды, реки, там где может посидеть, отдохнуть, столько много мусора. Горы мусора собрали, разложили по мешкам и пакетам. Администрация района выделила технику, отходы увезли. Активисты считают, только благодаря системному подходу к решению мусорной проблемы можно очистить регион. Хотелось бы обратиться в правительство Республики Дагестан, правительство нашей огромной страны, на то, чтобы они обратили внимание нашей экологической катастрофе. На многих участках у нас вот такая плачевная ситуация. Мы уже писали много писем, но тем не менее мы понимаем, что этой одной акции не решится проблема. В Министерстве природы говорят, согласно новой территориальной схеме в республике появятся полигоны, заработают мусороперерабатывающие заводы. Но это перспектива ближайших лет. Пока с коллапсом справляются вручную. После Ураза Байрама проведем масштабный субботник, проведем огромную работу, мы подготавливаем технику, в общем, проведем такую чистку, что каждому туристу, который будет ехать по дороге, будет приятно смотреть. Неравнодушные дагестанцы всегда готовы встать на стражу чистоты. Однако их труд лишь капля в море, без поддержки со стороны руководства республики. И они ее получат. В водохранилище запустят спецтехнику для уборки на воде. В устьях рек установят ловушки для мусора. Уже этим летом.